Председатель Кабинета министров Акубек Джапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил завод по производству базальтового волокна минеральной ваты в Исокотинском районе. Предприятие завершило монтаж производственной линии для выпуска минеральной ваты и проводит настройку основных систем, задействованных в производственном процессе. Оборудование запущено в тестовом режиме, выпущена пробная партия продукции. Необходимо отметить, что в настоящее время базальтовое волокно на 100% импортируется. Завод ОСО «Изопенопласт-ЛТД» будет единственным производителем продукции. Общая производственная мощность завода составляет 20 тысяч тонн базальтового волокна в год, что позволит реализовывать продукцию как на местном рынке, так и направлять на экспорт. На заводе будет создано до 100 рабочих мест. Далее глава Кабинета министров ознакомился с ходом строительства завода по производству автоклавного газобетона в Исокотинском районе. ОСО «Кант ТЭШП» является крупнейшим в республике предприятием по выпуску шиферной кровли высокого качества. В 2021 году предприятие реализовало 4 миллиона листов шифера. С запуском завода будет создано более 100 рабочих мест. Проект позволит покрыть 15% рыночного спроса. Планируемый объем экспорта продукции – 1 миллион долларов в год. Глава Кабинета министров дал ряд поручений по оказанию содействия предприятиям. «Были приняты ряд нормативно-правых актов, которые направлены на поддержку. Это в частности налоговые преференции, это преференции получения лицензии, это быстрое решение поставленных разрешительных документов, это параллельное проектирование и строительство. Ряд заводов, которые мы запускаем в этом году, полностью воспользовались теми преимуществами, которые были заложены в плане мер, того плана мер, который был принят по открытию 100 предприятий, были даны указания всем фондам развития и были разработаны конкретные планы по финансированию именно отраслей промышленности в части промышленного производства. Я думаю, что этот толчок, эти меры дали значительный толчок, что привело в прошлом году объем прямых инвестиций в наш промышленный сектор составил 1 миллиард долларов. Мы планируем, что этот показатель удвоить в следующем году. Я думаю, те меры, которые были приняты, они дают свой результат на сегодняшний день.